Андрей Владимирович, добрый день. Хотелось бы у вас поинтересоваться сегодня ситуацией в местном отделении партии ЛДПР в городе Назарово. Как отделение работает, какие дальнейшие политические планы? Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые Назаровцы. Хотел бы вам сказать одно. Назаровское отделение, которое я представляю, два года уже здесь. 2 июня закончился мой срок полномочий как координатора. И на сегодняшний момент в Красноярске стоит вопрос открытым о координаторе города Назарова от партии ЛДПР на Назаровское отделение. То есть на сегодняшний день, получается, вы координатором уже не являетесь? Да, на сегодняшний день, 2 числа июня, со мной закончился контракт. По уставу партии можно быть координатором год с продолжением еще на год, то есть не более двух лет. Поэтому 2 июня у меня закончились полномочия на сегодняшний момент. Я думаю, что это из-за того, что идет ротация, то есть молодые кадры, надо их привлекать к политике, чтобы они занимались уже. Поэтому сейчас стал вопрос о координаторе. Ну, сегодня город, и вы это тоже видите, активно готовится к выборам депутатов городского совета. Две политические партии уже представили своих кандидатов. А вот за этот период какая-то работа вами, будучи еще координатором, либо вашим краевого голоса проведена? Все-таки партия будет представлять кандидатов? И кто не будет? На сегодняшний момент, ну давайте сделаем так. Я маленько углублюсь. То есть за два года у вас сделано очень много. Про партию, как бы партия участвовала во всех выборах, которые были в городе Назарова на округе. Партия участвовала во всех выборах, которые были муниципальные, там предприятия и так далее. Партию много участвовало в конкурсах, в выборах, в манифестациях, в митингах. То есть участвовала в курсовете. То, что касается сегодняшней ситуации в городе Назарова, да, можно сказать таким образом, что политический год для города и очень важный для города год, потому что выбираем и горсовет, и выбираем главу города. То, что сделано мной, мной был предоставлен список в краевое отделение партии ЛДПР из 10 участников, из 10 кандидатов на должность депутата по списку 10 человек, 10 человек по одномандатным округам. То есть на сегодняшний момент, я знаю точно, что 15-го числа будет конференция по поводу утверждения этого списка или не утверждения. Но список состоит из Назаровцев? Список полностью состоит из Назаровцев. В него входят, так скажем, 4 ответственных фигуры, в том числе и я был. Ну, на сегодняшний момент, когда мои полномочия закончились, то есть 2-го числа, я поставил в известность Красноярское отделение партии о том, что я не пойду на выборы в горсовет на город Назарова. Почему, Ваня, такое было принято решение? Мы увидели в городе вашу активную позицию, вы участвовали и в общественных слушаниях, и на сессии депутатов городского совета, и принимали активное участие в решении судьбы работников Назаровского хлеба. Потому что, скорее всего, я понял, что решение проблем и решение координатора, знаете, так скажу, вот вы сказали, 2 партии уже предоставили списки. Я посмотрел, то есть, как они формируются. Берется список, берется человек, как бы фигура, которая предоставляет партию, ну, например, Сетов, который предоставляет, представляет партию «Единая Россия». Берется ключевые фигуры, то есть, 5 человек, грубо, и дальше идут пехотинцы, которые собираются в этом. Поэтому я считаю, что это неправильно, и когда я создавал свой список по этому пути, я понял это, и думаю, что в эти списки должны входить люди из числа работников, но никак не руководители. Поэтому я принял для себя решение такое, что я не буду участвовать в этих выборах горсовета. И, если честно, вот возьмем тот же праймер из «Единой России», да, то есть мне очень понравился список партий «Единая Россия», которые предоставили наши предприниматели города. Но, как всегда, «Единая Россия» его, можно так сказать, маленько испортила. Чуть-чуть углубимся. А что вы подразумеваете под списком предпринимателей? Под списком предпринимателей? Ну, я... Когда еще даже мне было вопрос о том, что праймериз будет проходить, когда у них было 17 человек, я знаю, что господин Егоров, сибиряк, собрал людей, собрал вокруг себя предпринимателей, то есть была встреча предпринимателей города Назаров, и его, то есть собирал, по-моему, Валерий Чебышев. То есть список Чебышева, о котором тоже он говорил? Да, то есть мне он понравился, но, как всегда, партия «Единая Россия», она испортила этот список, в плане того, что они там между собой даже не смогли договориться, кто, где и когда, и как. Ну, давайте вернемся к вашему списку партии ЛДПР. Тот список... Ну, любой список партии, который планируется выдвинуть в любой представительный орган, он всегда прорабатывается все равно с краевым руководством. Как вы считаете, вот у вашего списка, насколько он жизнеспособен, и какова вероятность, что его все-таки примут? На сегодняшний момент я знаю точно, что, скорее всего, этот список не будет утвержден, скорее всего, этот список будет полностью изменен, в него не войдут назаровские жители города. Почему? Потому что принято решение, скорее всего, на высшем уровне поддержать нашими голосами другую партию. Какую? Не могу сказать. То есть, по-другому говоря, ЛДПР сами себя сливает на этих выборах, по сути? Я не думаю, что мы сливаем себя сами, но на сегодняшний момент будет просто предоставлен другой список, скорее всего, с более веской фигурой, с депутатом ЗС Сноярского края, во главе. Ну, я знаю, что в нашей территории курирует депутат Законодательного собрания Денис Притуля, который неоднократно приезжал на территорию города Азарова. Я так понимаю, что с большой вероятностью Денис Геннадьевич этот список его сдовывает. Я вам не могу сказать, потому что 15-е число будет конференция. На этом конференции будет утвержден какой-то список. Вы сами планируете принять участие в конференции? Я нет. Это ваша принципиальная позиция уже теперь? Да, моя принципиальная позиция. Я не хочу участвовать вообще в выборной кампании этого года. Ну, я понимаю, на этом ваша политическая карьера не заканчивается. Вы все равно будете продолжать? Да, скорее всего, то есть я не выхожу из парки, но мои дальнейшие планы я хотел бы знать. Ну, то есть есть какой-то опыт руководства предприятиями, есть опыт общения с главными лицами Красноярского края. Поэтому я бы хотел, если в нашем городе будет выбран в этом году мэр города Назарова, поэтому если ему потребуется мой опыт, я готов поработать командником. Андрей Владимирович, ну, выборы будут уже в ближайшее время. Вы сами-то не хотели бы принять в них участие? Остаются последние дни для подачи документов? Выборы? Главы города на конкурсной основе. Знаете, я против вообще того, что сделали сегодняшний депутат и горсовет, который еще не выбрал. То есть нельзя выбирать мэра города за месяц до того, как будет избран новый горсовет. Это абсурд, я считаю. То есть вы считаете, что все-таки конкурс должен состояться уже и главу города должны утвердить новые депутаты? Да. Но в политике, тем не менее, вы настроены остаться? Да, я настроен остаться. В каком рамке, пока еще не могу понять. Для себя. Но партии в период выборов Назаровских будете помогать как член партии? Или все-таки уже тоже принципиальная позиция, что вы устраняетесь от этого? Знаете, помогать, скорее всего, буду, но я буду далеко за 4 тысячи километров отсюда, поэтому... Вы уезжаете в отпуск? Я уезжаю. Вы уезжаете. Ну, вернетесь. Да.